Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потому что на ней лучше всего фармить То обратите внимание На восьмом уровне у нас 86 премиумных машин Среди них есть Легкие танки, которых всего лишь 5 штук Но здесь хоть как-то Сужен выбор, если мы говорим с вами О средних танках, то здесь уже 32 машины Если мы говорим о ПТ-хах Ребят, то здесь у нас 13 тачек И вроде бы немножечко проще Нежели со средними танками Но все-таки тяжелее, чем кажется И тяжей у нас здесь Целых 36 Поэтому, ребят, вопрос в отношении того Какой прем выбрать себе первым Это действительно очень сложный вопрос На который сложно ответить однозначно правильно В этом видео я поделюсь Исключительно своим субъективным мнением Поэтому, пожалуйста, не бросайтесь фекалиями В комментариях и не пишите мне по поводу Того, что я 100% не прав Ребят, просто пишите свое мнение В отношении списка тех машин, которые вы считаете Топ-5 первыми премами По теме, которая сегодня затрагивается Я решил начать именно с тяжей И первое, что хочется обозначить Нельзя говорить по поводу того Какой прем купить первым Сразу уточняйте для себя, как минимум Какой прем вы хотите Вы хотите себе тяжелый танк ПТ-ху Вы хотите себе среднюю машину Или вы хотите себе легкий танк От этого зависит, из какого перечня машин Вам необходимо выбирать Я решил остановиться сегодня В первую очередь на тяжах По одной простой причине Потому что считаю, что именно тяжелые танки Должны быть первыми машинами в ангаре Начинающего танкиста Почему именно так? Потому что они не настолько уязвимы в боях Как, допустим, картонные ПТ-хи Или крайне неживучие легкие танки Они позволяют вам допускать определенные ошибки Но не все машины вам, поверьте мне Доставят такое удовольствие Как допущение ошибок безнаказанных Если вы посмотрите на перечень машин Которые, в принципе, есть в игре И будете вот так вот смотреть То еще хуже Становится это, ребят, только тяжи А если вы будете смотреть в сравнительной таблице То здесь вы, в принципе, вообще для себя ничего не найдете Особенно если вы начинающий танкист Потому что вы не знаете, что такое хорошо А что такое плохо Ну, то есть, допустим На Крайсле река вроде бы светится зеленым 2144 единицы Хорошо это или плохо? Вроде бы кажется, что хорошо Потому что у того же, допустим Супер гуся Я говорю про М6А2Е1 Вот это Светится более красным А значит, типа хуже Но при этом всем, ребят Поверьте мне Лучше играть на Супер гусе Нежели на Крайсле река Особенно для новичка Короче говоря, ребят Есть огромное количество показателей На которые необходимо обращать внимание При выборе себе Первого тяжелого према Я сразу решил сузить список машин И пошел следующим путем И первое, что я вам рекомендую Не ведитесь на внешний вид машины Да, бывают красивые тачки Как, допустим, Тайп 57 В своем легендарном Камо Но все-таки мы берем машины Для внешнего вида А не для того, чтобы покрасоваться Для того, чтобы нормально поиграть Что могу посоветовать сразу Для новичка Сразу убирайте из списка Выбора машины У которых барабанное орудие По одной простой причине Потому что на барабанах Стоит начинать играть на премах Тогда, когда вы научились играть Плюс-минус в целом То есть вы понимаете Что вам делать С вашим долгим временем Перезарядки Вашего магазина Ну а, допустим С ИСом 4 Простите С ИСом 3 Защитником Здесь совсем история интересная У него ДПМ низкий У него вроде бы барабан На 3 снаряда Но время перезарядки снарядов Между собой в барабане В принципе, как у цикличного орудия И при этом всем еще и плюс Потом вы перезаряжаете Весь барабан 23 секунды Поэтому барабаны Сразу отбрасываем Они нам однозначно Не нужны К барабанам Вы еще придете Вы поймете Как на них играть Поймете, куда тратить Время перезарядки Барабана Ну, короче говоря Когда немножечко Сноровка подрастет Что стоит Также выбросить Сразу выбрасываете Такие машины Как Крайслер К И выбрасываете ИС-2 шим Объясню почему Дело в том, что Данные машины, ребят Имеют заднее расположение Башни Ну и соответственно Когда у вас башня Находится Сзади корпуса Вам необходимо Понимать Под каким углом Играть Как выезжать Это тоже Определенные Дополнительные Познания Необходимы в игре Для того, чтобы Можно было Нормально Данные машины Ну, нормально Насколько это возможно Нормально Данные машины Использовать Кроме того Вам стоит сразу Отбрасывать Такие машины Как, допустим Калибан Вроде бы там Кто-то его хвалит Кто-то о нем мечтает Но, ребят Поверьте мне Надо довольно-таки Некисло Разбираться В тайминге игры Для того, чтобы Понимать Куда вы будете Девать свои Практически 19 секунд Времени Перезарядки Короче говоря Я так могу Рассказывать Очень долго Почему и кого Необходимо Выбросить И данного списка Давайте Я лучше вам Озвучу Какие машины В этом списке У меня остались А именно Это 5 машин Ну, условно Честно говоря 4 Первая машина Это однозначно КВ-5 Это действительно Машина для новичка Она очень круто Забронированная Да, она не очень Быстрая Да, спокойный И в чем-то даже Унылый геймплей Но она настолько Круто прощает Вам ваши ошибки Что в целом Вы можете В бой заехать Вообще Не понимая Что вам необходимо Делать И в принципе Машина сама Что-то там За вас делать Будет Здесь действительно Огромное количество Брони Огромное количество Приведенной брони И в целом Проковырять данную машину В позиции прямо Довольно-таки сложно Понятное дело Что с бортов Пробивать будут Но все равно Не настолько успешно Как многие другие машины Особенно Если вы находитесь На дальнем расстоянии Стрелять вас будет Кто-то не очень пробивной Где-то как-то Башню повернули Глядишь И рикошет поймали Короче говоря Здесь у нас Будет однозначно В списке Оставаться КВ-5 Также Хочется отметить Что то что я говорю Про КВ-5 Как про первую машину Не значит что я ставлю Его на последнее Либо на первое место Я просто озвучиваю Пять машин Которые я считаю Лучшим выбором Для новичка Ну а в каком Приоритете Ставить их уже В списке Это решайте самостоятельно Или просто Дождитесь Одну из них Что касается Второй машины В данном списке Это у нас Т-54 Многие говорят По поводу того Что данная машина Фуфло Что далеко не Самый лучший выбор Для новичка Но во первых Я вам покажу Потом кое-какую Цифру по данной машине Которая возможно Вас переубедит Ну а втором Моменте О котором необходимо Помнить Что данная машина Имеет огромное количество Всякого рода Скосов брони И да Здесь крайне картонный Вот этот вот Нижний бронелист Или точнее Нижняя часть Корпуса В передней проекции Но ребят При этом всем Стоит помнить Что на данной машине Просто не надо стоять Как вкопанными Если игрок будет Хоть как-то Вот так вот Делать в бою А так необходимо Делать на всех машинах У которых Вот такая вот Зализанная броня По корпусу И по башням То поверьте мне Акула прощает Огромное количество Ошибок И дает Возможность На реабилитацию В бою Если вы Где-то что-то Как-то втыканули Ну короче Лицом пощелкали Следующая машина Которая есть В моем списке Прельщает Несколькими вещами Опять-таки Точно так же Как КВ-5 Немножко унылый геймплей Но при этом В всем Вполне спокойно Вы выцеливаете Соперников На разном расстоянии У вас есть Хорошее сбалансированное Орудие У которого Хорошая точность Да пускай не мега Какая-то альфа Но очень реализуемый ДПМ Для тех кто не знает ДПМ это количество урона Которое вы можете Нанести в течение Минуты боя Так вот ребят Вот здесь Действительно Есть чем похвастаться Когда вы новичок Вы заезжаете Вы расторговываете лицом Вас в это лицо Не пробивают Потому что здесь Есть хорошая броня Есть хорошая Приведенная броня По башне Есть неплохая броня По верхнему бронелисту Да Вот этот передний бронелист Пробивается Но опять-таки Если становитесь Как-то немножечко ромбиком Где-то как-то двигаетесь То в любом случае Это гораздо лучше Чем многие другие машины Ну и Претендентом на Спор с Левой В отношении того Чтобы находиться в списке Является Кейлер Дело в том Что Кейлер и Лева Они очень похожи По геймплею Очень похожи По стилю игры По орудию Здесь тоже есть Хорошая броня Здесь очень маленькие Щеки Да Здесь есть вот этот Страдальческий Нижний бронелист Но ребят Во многих у нас Машинах Есть вот эти вот Бронелисты Которые являются Ахиллесовыми пятами Для тяжелых танков Да и не только Для тяжей Это в принципе То Чем Разработчики Балансируют Машины в игре Вот этими нижними Бронелистами Или какими-то щечками Ну короче говоря Надо же все-таки Вашим соперникам Предоставлять возможность Хоть куда-то Вас пробивать Ну и так же В этот список Я включил Экшн Икса Дело в том Что Экшн Икса Многие называют Машиной далеко Не для новичка Потому что Скорострелен Потому что у него Небольшой урон Разовый С этим я абсолютно Полностью согласен Но просто вопрос Заключается в том Что у него Да Крутое Скорострельное Орудие Да С маленьким Уроном Но его Золотое место Его золотая Позиция Это направление Средних и легких Танков Вот там Средним и легким Танкам Будет действительно Тяжело Справляться С данной Машиной А вы Своей Скорострельностью Не уступаете Легким и Средним танкам Поэтому если вы Новичок И купили себе Экшн Икс Едьте именно На направлении Не к тяжам А вот когда Научитесь на этой машине Играть То и к тяжам Тоже можно поехать Почему говорю так Потому что здесь Действительно Очень картонный Нижний бронелист Не так уж много Брони в верхнем Бронелисте Неплохо забронированная Башня Именно поэтому Стоит ехать Именно на направление К тем машинам Которым будет Сложнее с вами Справляться Что же касается Сравнительных Характеристика Между собой По машинам Здесь стоит отметить Что машины Довольно неплохо Сбалансированы И все они Имеют плюс-минус Одинаковый Как видите ДПМ Единственный Кто здесь выпячивается Вперед Это ActionX Про которого мы Только что говорили 2700 единиц ДПМ Вполне себе Реализуемы На тех направлениях Про которые я говорил О времени перезарядки Только порадует 4 с копейками Секунды Да Вы не ослышались 4 секунды Против 8 9 секунд У многих других Тяжелых машин На данном уровне Вы делаете Более 14 выстрелов В минуту Это действительно Очень крутой показатель Против тяжей Может быть и нет Но против Легких и средних танков Или против ПТшек Вы их разбираете Просто как семечки Грызете Именно поэтому ActionX Однозначно Стоит рассматривать Как одну из первых машин Для приобретения Среди восьмерок И именно Тяжелых танков Стоит также отметить Что отобранные Мною машины Имеют одинаковую Плюс-минус Скорость передвижения По карте Да Лёва уступает Я говорил изначально Что у него Нудноватый геймплей В отношении Допустим Того же самого Передвижения Но при этом Лёва забронирован И при этом У Лёвы Самый лучший Как видите Процент по доходности 185% Доходности Это говорит о том Что на данной машине Можно зарабатывать Серебро Также стоит отметить Что у Кейлера Который соперничает С Лёвой За звание Одного из Самых лучших Премтанков Для новичков Вроде бы Процент не показан Но по факту Сито Сколько там 175% Доходность Поэтому в принципе Он не уступает Абсолютно никому Что касается Экшен Иксам То на 170% Просто не обращайте Внимание Поверьте мне Вы будете вывозить На нем серебра Столько же Сколько будете вывозить И на других машинах Из данного списка Стоит отметить Что все данные машины Имеют плюс-минус Одинаковую играбельность Для игроков Которые не совсем Умеют играть И только зарегистрировались И вот самый классный Им показатель Который хочу вам показать Процент по победам По проценту побед Лидером является Та машина Которую называют Многие Танком Которая абсолютно Не для новичка И называют его Абсолютно Не той машиной Которую стоит покупать И это далеко не имба Но ребят 57% побед При том что На данной машине Играло более 2000 игроков 2000 с копейками Игроков Не могут Плохо Ну точнее не так Не могут Хорошо играть На плохой машине Поэтому не стоит Говорить о том Что акула Это фуфлянья Акула это Один из лучших Тяжелых танков На восьмом уровне Че б там кто не рассказывал Что же касается КВ-5 Он не пользуется Популярностью Но при этом Все 54 с копейками Процента По победам То же самое 54% Имеет Кейлер Те же самые 400 с копейками Игроков Ровно столько же На нем играло Как и на КВ-5 И довольно таки Успешно играли Что касается Нашего Экшен Икса Обратите внимание 53 с половиной Процента По победам И 1660 игроков Играло На данной тачке Что опять таки Подводит Разговор к тому Что Экшен Икс Тоже не надо Извините Фуфлить Потому что Опять таки На плохой машине Хорошо играть Получается Ну наверное У считанных единиц В этой игре А такое количество Игроков Не может успешно Играть на плохом танке Ну и что касается 51% По Леве То здесь ребят В ответ Очень прост Почему 1855 игроков И при этом В всем ребят 51 по процентам Дело в том Что та же самая Акула Т54Е2 Ее объективная Нормальная цена Где-то в районе 7500 В голом состоянии И в принципе За 7-7500 Эту машину Можно брать Когда будут ее Выставлять на продажу Потому что машина Действительно классная А вот что касается Левчика То здесь Это действительно Идеальный выбор Для новичка Я говорю это не потому Что машина сейчас Есть на продаже В магазине В соответствующем наборе Но так или иначе Обратите внимание На том Что я вам сейчас покажу Это не реклама Повторюсь еще раз Я действительно считаю Леву Хорошим выбором Дело в том Что Помимо всех его Ходовых качеств Назовем это так Помимо технических Характеристик Лева Это один из танков Которые существенно Демпингуют У нас в магазине Если Крайслера Каи Подобные машины Выставляют по 3,5-4 тысячи И они в принципе Никого не интересуют То Леву Периодически Выставляют на продажу За нормальную Объективную цену 5,5 тысяч Вот в голом состоянии Его брать Действительно Не стоит Дело в том Что за 5,5 тысяч Леву продавали В составе Шикандосного набора Там где был Вот этот Ленгидарный Внешний вид колосс Там где были 500 тысяч Серебром Там где были Иксы на данную машину И еще Какие-то там Плюшки По моему Бустеры Или что-то подобное Что касается Допустим Вот этого набора То когда он появился На продаже Я на своем Одном из аккаунтов Которые я качаю Вместе с вами На стримах Купил сразу Себе данный набор По одной простой причине Потому что здесь В этом наборе В легендарном Внешнем виде Машина А именно Лева Мне условно Обходится в 5 тысяч Голды То есть половина стоимости От данного набора Именно поэтому Большое количество Начинающих игроков У которых мало Голды на счету У которых на счету Допустим там 5-6 тысяч Понятное дело Еще долго будут копить До какой-нибудь Более дорогой машины А Леву Могут себе Уже позволить Хотя они еще Не так уж и долго Играли В великолепные танки Именно поэтому Процент по победам У Левы Ниже чем У многих других машин Именно потому что Его накупили игроки Которые играть Не умеют Но так или иначе Все машины Мною перечислены Однозначно Стоят ваше внимание И я бы рекомендовал Обратить внимание Именно на эти танки Если вы Начинающий игрок Если вам понравилось Данное видео Напишите пожалуйста В комментариях Свое мнение По поводу того Стоит ли снять Подобное видео Про ПТХи СТ и ЛТ А я побежал В любом случае Снимать следующее видео Возможно Другой тематике Специально для вас Я стараюсь Быть полезным для вас Ну а от вас Ожидаю лайков И подписок На канал Мира вам друзья мои И обязательно Спокойствия Пока пока Субтитры сделал DimaTorzok